Всем привет! Сегодня готовим на мой вкус идеальный бисквит. Он подходит под любой торт, под любой крем. Как по мне, он самый вкусный. Его можно есть без ничего, просто к прикуску к чаю. Этот бисквит рассчитан на формочку 23 сантиметра. Устелите вниз пергаментную бумагу, ничем не смазывайте бокам и духовку поставьте разогреваться на 170 градусов. А теперь приступаем к готовке. Шесть яиц комнатной температуры. Значит, разделяем белки в одну сторону, желтки в другую. Пока не начало взбивать, хочу сказать, если взять противень приблизительно 30 на 20, ну так, плюс-минус, и выпекать на таком противне, то потом все это дело разрезается, и можно собрать мини-тортики или пирожные, как подают, когда мы ездим на All-Inclusive куда-нибудь отдыхать. Очень они такие все ровные, одинаковые, получаются такие мини. В общем, это супер, как идея, вам подаю, можно что-нибудь сварганить дома. В белок нужно добавить щепотку соли и начинаем взбивать. Когда белок уже как густая пена, добавляем сахар, причем высыпаем вот так понемногу, но весь. Смотрите, какой получился белок. Ох-охо! Так должно получиться и у вас. Теперь взбиваем желтки без ничего, они должны посветлеть и увеличиться в объеме. Выливаем желтки в белки и на медленной скорости соединяем. Смотрите, какое все красивее, как мороженое. Так, теперь муку я заранее просеяла. Сейчас все будем соединять, но уже венчиком. Ой, лопаткой. Сюда высыпаем муку и миндаль. Аккуратно все замешиваем. Все перекладываем в формочку и духовка уже должна как раз разогреться. Теперь 40-45 минут мы затаили дыхание и ждем. Достали из духовки и теперь оставляем на столе, чтобы он постоял хотя бы минут 10. Вообще не трогайте его и формочку не снимайте. Так, открываем аккуратно. Посмотрите, какой высокий. Правда, он еще горячий и теплый, я не буду его сейчас резать. Его спокойно разрезаешь на 3 коржа. Он шикарный, вкусный, под любой крем. Приготовьте, обязательно жду фотки и отзывы в инстаграме. Все, всех люблю. Обязательно приготовьте что-нибудь вкусненькое с таким бисквитом. Смотрите меня на телеканале Р1. Пока! Пока!